Счет в первом матче хозяева площадки открыли в самом начале первого периода, отличился Еремеев, но всего за несколько минут Арестан смог не только сравнять счет, но и выйти вперед. Точными бросками отметились Крайчи и Лорейн, но на перерыв команды ушли при счете 2-2, в составе Радлана отличился Шорохов. Во второй 20-ти минутке команды отличились по одному разу, с интервалом в 30 секунд шайбы забросили Рендео и Крайчи. В третьем периоде Кумеляускас вывел Арестан вперед, но хозяева площадки менее чем за три минуты смогли трижды поразить ворота гостей. Точные броски Маркелова, Кришки и Власенкова принесли Арлану победу со счетом 6-4. Начало второго матча осталось за Тимиртаусской командой. Крайчи точным броском вывел Арестан вперед. Во втором периоде Сихванин во второй раз поразил ворота Арлана, но гости ответили на это тремя точными бросками, отличились у Конор, Машлонко и Беланже. В третьей 20-ти минутке Кэкштаусы отличились еще трижды, Машлонко и Беланже оформили дубль, еще одна шайба на счету Рендео. Арестан ответил лишь двумя точными бросками, отличились Крайчи и Сихванин. Арлан вновь одержал победу с отчетом 6-4. Следующий матч Арестан проведет дома 14 и 15 февраля. Соперником Тимиртаусской команды станет лидер чемпионата Иртыш из Павлодара. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова